Ребятки, привет! Зовут меня Мартына Ваяна. Я очень рада приветствовать вас на своем авторском курсе по рисованию эпоксидной смолой. Теперь, неважно в какой точке мира вы сейчас находитесь, мы с вами вместе будем учиться, творить, наслаждаться процессом и тем результатом, который у нас получится. Этот курс у нас посвящен рисованию в технике резинарт. Резинарт это такая довольно современная техника рисования эпоксидной смолой. Для нее специальная смола, о которой мы потом поговорим, именно смола для рисования. Эта техника появилась совсем недавно, зародилась она в Австралии, сейчас она уже набрала серьезные обороты в США, в Америке. Если вы посмотрите интернет, то вы увидите, что именно там сейчас рисуют одни из самых лучших работ, самых лучших картин, потому что они этим занимаются уже давно. Для России эта техника новая. И уроков, обучающих каких-то тренингов, заданий, каких-то мастер-классов, очень-очень мало. Буквально по крупицам эту информацию все собирают. И мне очень приятно, что я могу вам с вами сегодня поделиться всеми теми знаниями, которые сама буквально наскребла, по сусекам наскребла. Вообще смола, она классная, просто классный материал, потому что сфер использования очень много. Вот, например, я принесла сегодня вам поднос посмотреть. Вы можете заливать подносы, вы можете заливать досточки, деревянные, каменные, вы можете заливать тарелки, вы можете делать разные украшения, серьги, кольца, кулоны. Можете делать броши, можете украшать чехлы на сотовые телефоны, украшать флешки. Я не знаю, но просто масса-масса вариантов использования этого чудесного материала. Мы будем заливать небольшие поверхности, у нас смола будет для рисования, но есть ведь и другая смола, которая позволяет заливать большие, толстые поверхности. Можно заливать столешницы, можно делать каменные срезы. Ну, то есть вообще просто простор для фантазии, для творчества смола обеспечивает. На чем будет построен наш курс? Для начала мы поговорим немножко совсем о теории. Мы поговорим с вами о материалах, которые мы будем использовать. Мы поговорим обязательно про средства защиты. Мы обязательно с вами поговорим про средства защиты вашего дома. Мы обязательно посмотрите работы моих учеников. Это важно. Я сегодня хочу показать вам самую-самую свою первую картину. Я сначала хотела ее выбросить, а теперь думаю, как хорошо, что я ее не выбросила, потому что я могу вам ее сейчас показать. Это первый раз, когда я взяла в руки смолу и залила. У меня был просто дикий восторг. Мне казалось, это самая вообще лучшая картина, и что вот место ей достойно в Третьей Коской галерее. В общем, может быть, она не идеальна, но тогда мне казалось, что лучшего просто я создать не могу. Прошло немножко времени, я начала создавать уже вот такие работы, которые более реалистичные. Вот, но начинала я с этого. Отдельно в приложении я специально сделала вам подборку фотографий моих учеников. Я вам очень рекомендую их посмотреть. Эти картины, ребята, создали на моем курсе, который я провожу в Краснодаре. В общем-то, за один день, за один день они создали вот эти картины. Обязательно посмотрите, потому что я уже прям статистику введу. Из 10 человек, которые присутствуют на этих мастер-классах, только один имеет какое-то отношение, имеет ли образование художественное, имеет какое-то отношение к рисованию. А остальные 9 человек не рисуют. То есть, это их первые работы, поэтому посмотрите. Более того, из 10 человек 2, максимум 3 человек, которые вообще занимались когда-либо творчеством. Ну, это может быть какая-то лепка из полимерной глины, или там ландшафтный дизайн. То есть, на мастер-классе 7 человек, как минимум из 10, которые не творческие, не рисовали. И у них потрясающая работа в итоге получается. Это наша задача с вами. Я в этом курсе максимально подробно все расскажу, и чтобы вы создали свои собственные работы. Причем не одну. На этом курсе, на этом обучении мы с вами сделаем как минимум 3 работы. Первая работа, она будет выполнена вот в этой технике. Мы будем использовать здесь несколько слоев, она будет довольно прозрачная. У нас с вами здесь будет использована фактура, у нас будет песок с вами, у нас может быть скалы, посмотрим. Вторая работа у нас будет уже сделана без песка, то есть полностью будет сделана из эпоксидной смолы. И на закусочку мы с вами сделаем какую-нибудь творческую работу, сделаем какую-нибудь абстракцию. Попробуйте, смешайте все цвета, которые вам хочется, раздуйте феном и посмотрим, какой результат мы получим. В общем, ребятки, вперед в бой. Я желаю нам всем удачи. Я желаю, чтобы ваши картины получились потрясающие. Я желаю, чтобы вы остались довольными процессом, довольным печеньем. И чтобы он реально помог вам, чтобы он реально принес вам результат. Потому что, надо сказать, это не только вам результат, он сэкономит достаточно много денег. Потому что, если вы будете пытаться делать это сами, то, ну, кого-то это получится за 2-3 месяца, а для кого-то могут уйти там и 8, и 10, и годы могут уйти на то, чтобы получить какой-то достойный результат. Только потому, что мы все это делаем опытным путем. Поэтому, моя задача, чтобы вы перешагнули все эти этапы проб, ошибок, были тайми, мосмолы. Вот. И сразу, сразу начали создавать, сразу нашли свой стиль, нашли свою нишу, работали, творили и получали удовольствие. Так что, переходим непосредственно к обучению.